Алло. 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 Да-да-да. Здравствуйте, это Роман Михайлович, от двор и специализации, банк Синькофф. Вы Анатолий, да? А что Анатолий зовут? Совершенно верно, я слышу вас. Анатолий, передайте, пожалуйста, Ольга, пусть она позвонит нам в банк Синькофф по бесплатному номеру. Зачем? Сейчас. Что? Зачем? Сейчас банк готов и предоставить льготную программу, по которой можно остановить начисление процентов по кредиту и оплачивать в рассрочку. Зачем? Забота. А зачем нам это? Что? Зачем нам это? Мы вообще ничего оплачивать не собираемся никому, мы все всем отдали. Я там сам лично на калькуляторе и посчитал, молодой человек, сколько мы отдали. Вы там не думаете, что вы нам уже теперь должны? А вы как посчитали? Вас знали? На калькуляторе, на калькуляторе, я кандидат наук, я умею пользоваться электронно-вычислительными машинами. Я на калькуляторе посчитал. А процентная ставка? Заскажи мне. И что теперь? Процентная ставка в нашем государстве, ставка им финансирование чуть-чуть больше 9%. Ну вы что? Да, да, да. Под эти проценты банки дают кредиты? Не, не, не. Под эти проценты коммерческие банки кредитуются в центре банки. И вот в этой циферке и заключается максимальная потеря. А я посчитал там далеко за эти 10%. И знаете, выводы какие у меня? Скорее всего, вот этот ваш банк пеньков и должен теперь нашей семье денежки. Ха-ха-ха-ха-ха. И вставляете меня как это обрядовало. Думаете, что это я, сумасшедший что ли платить-то? А что же вы сидите тогда? Бегите скорее, забирайте деньги свои. Куда бежать? Куда бежать? Что же вы ждете? Кого ждем? Ну если вам надо деньги... Да, да, это мы правильно. Это я сейчас своего сына отправлю. Он возьмет в банке Тинькофф деньги. Вот как раз мы посчитаем там примерно. И вам дулю с маслом покажем, когда отдавать надо будет. Ха-ха-ха-ха. Вот так и возьмем. А мне надо отдавать. А кому? Вы не нам будете это отдавать. А кому? А кому? А вы не знаете законов? Да знаю, в том-то и дело. Вы не знаете, во-первых, процентную ставку? Подождите, при законе речь или об амбициях в коммерческой структуре процентная ставка, понимаете? Тут у нас узбек дынями торгует. И вот он написал, что эта дыня стоит столько-то. А в соседнем магазине она вдвое за меньше стоит. И я не пойду ни в соседний магазин, ни к этому узбеку за этой дыню. Потому что я не хочу эту дыню. Ольга Петровна взяла деньги под определенные требования, условия. А вы что, законов не знаете? Отвечу я вам вашим же языком. Идите в суд, уважаемые. Если вас что-то не устраивает. С нашей стороны есть определенное... Что? Договор составляет коллегия юристов. И что теперь? Они там сейчас тебя понасоставляют, ваши юристы. А я что, тут должен как бестолковый чурбан подчиняться вот этим вашим писулькам? Нет, дорогой мой? А зачем? А вот именно. Зачем? Зачем они бестолковые? Зачем они бестолковые? Это тайна покрытая мраком, почему они бестолковые? И почему банкиры набирают бестолковых сотрудников? Видимо, все зависит от того, какое название у банка. Пеньков. Значит, пеньки. А пеньки бестолковые. Ольга согласилась на определенные условия. Ну и что, что согласилась, а теперь отказалась? И что теперь? Это наш шаг. Это невозможно. Как это? Да ну и что вы, вот же возможно. Смотрите, факт констатируем мы с вами вместе. Вы говорите, невозможно, а вот перед вами факт. Возможно, оказывается. Или вы с этим спорить будете? Это не факт. А как то это? Ну вы же дулю с маслом только видите, а не деньги. Если можно дулями отдавать, то я вам сейчас этих дуль накручу тут знаете сколько? С запасом, с вашими коммерческими процентами, с большущими. Вы видите сколько хотите. Во-во-во. Если вам не надо, то я и не буду даже на это время тратить свое. Когда судебные приставы приедут, тогда будете им крутить. То куда они приедут? На основании чего они приедут? А? Вы же сначала в суд должны подать, прежде чем я тут буду судебных приставов встречать. А какой у Ольги Петровны шанс? Шанс? У Ольги Петровны? Ну как минимум 99% в связи с тем, сколько она вам уже отдала. И шансы я расцениваю, что вероятнее всего вы даже в суд не подойдите. Максимум чем отделаетесь, попытка судебного приказа, который мы отменим, да и все. И вы поймете, что делать тут нечего. Ну тогда аргументируйте свои заявления. Аргументируйте. Я человек от науки, я аргументы люблю. А то вы тут просто воздух сотрясаете. Вы человек от науки, а банк подкрепляет данные действия документами, подписанными вот этими. И что теперь? Ну так я же вам объясняю, у вас есть эти документы? Вы же человек науки, вы хотите аргументы, они у банка есть. Да где, где, где? Почему? Аргументы они есть у банка, они должны быть в суде эти аргументы. В суде. А чего толку они? Если до этого времени банк не подал документы в суд, это не значит, что банк не подаст их. Ну подавайте. Я же вас что запрещаю, друзья мои, подавайте. А сейчас не только расписляются проценты. Да ладно, это искусственно, понимаете, судья первым делом в случае. Почему, согласно законодательству, вы в течение 60 дней не подали в суд? 330-я статья Гражданского кодекса. Там четко указано... Она единственная статья, да? Она единственная статья в законодательстве, или это такая статья, которую вам носом ткнули ваши работодатели? На 65% и не. И что теперь? И что теперь? Ну и что теперь? Теперь это не единственная статья, не единственная, молодой человек. Есть вторая статья в Конституции Российской Федерации. Честь и достоинство гражданина Российской Федерации является высшей ценностью государства. И банк Пеньков в сторонке курит нервно по сравнению с этой статьей. А что же с вами полемику такую? Вы давайте в суд подавайте. Что вы мне пытаетесь это сказать? Это не значит, что можно идти брать чужие деньги и не возвращать. Значит? В очередной раз говорю, значит? Значит? Банк же почему-то позволяет себе брать чужие деньги? Банк позволяет себе граждан грабить? Банк Пеньков, самый большой онлайн банк в России, позволяет граждан грабить? Он уже мою супругу ограбил? Он мою супругу ограбил, пока я тут в ситуацию не вник. Что? Да что тут говорить? Я просто посчитал на калькуляторе. Помните в начале разговора? У нас память такая короткая. Я посчитал, в два раза больше отдали, чем взяли, чем потратили. Вы просто процентную ставку не знаете. Да какая мне плевать на вашу процентную ставку? Что вы там... Вы знаете, молодой человек, с тем же успехом я сейчас вам могу заявить, что мое время очень дорого. И стоит оно 1 минута 1000 долларов. И теперь вы мне должны уже 3000 долларов. У нас с вами не подписан. Что не подписан? Подписан, подписан. Мой звонок, мое время у меня есть. Все, кто мне звонят, платят за минуту 1000 долларов. Оно у меня лежит здесь. А зачем мне ваша подпись? Зачем мне ваша подпись? А? А каждый договор должен быть подписан. А есть ли у вас договор неважаемый? Есть ли у вас кроме оферты, кроме присоединения, кроме анкеты, договор с моей супругой? Конечно. Договор займа. А где? А почему он у меня не лежит дома? Почему его нету? Договор считается подписанный двумя сторонами, закрепленный в подписи. А где договор? Есть анкета? Есть оферты? А договор есть? Должен быть еще. Правильно. Это является частью договора. А где сам договор? Часть подразумевает наличие целого. Понимаете? И где вторая часть? Договор. Что вы думаете? Договор займа должен быть... На основании подписанного документа, который... Да что вы ерунду тут мне рассказываете? Существует закон о банках и банковской деятельности. И любой процентный займ должен подкрепляться договорем. А все, что вы там называете... А частью договора, это и есть часть договора. Приложение к этому договору. А должен быть там и основной самодостаточный документ. Хорошо. Хорошо. Я вас прекрасно слышу, да. А на каком основании тогда вот это распоряжалось с чужими деньгами? Потому что она так решила. Еще раз повторяю. Неужели вы так... Я уже в очередной раз убеждаюсь, что у вас там набирают бестолковых. Вот у вас скрип существует, да? Я вам еще раз повторяю. Она распорядилась этими деньгами. Вы задали вопрос. Будьте любезны выслушать. А не перебивать. У вас нет аргументов. Вы начинаете оторвлять. Я пытаюсь аргументировать. И это может быть вам не хочется слушать. Поэтому вы мне пытаетесь ставить хляп виртуальный. Я вас вопрос задал. Почему вы это перебиваете? А я же вам пытаюсь ответить. Потому что она наглая хамка взяла и украла ваши деньги. Теперь ваш шаг. Ваш шаг. Хотите так? Что? Да. Незаконно послушная она. Украла ваши деньги. Взяла. Поситила. И не отдает теперь. Подписала все вокруг. А теперь. Ваш шаг. Давайте. Если вы считаете что эти деньги ваши. Ваш шаг. Что будут юристы? А какого хрена они допускают к телефону некомпетентных юношей? Почему некомпетентные? А почему же вы считаете себя компетентным? Если вы говорите что не можете закончить диалог и пересылаете меня к юристам. Окей. Пускай мне хоть один вменяемый юрист позвонит. А кто стал послушать о компетентности? Потому что вы некомпетентны. Анатолий. Понимаете? Я сижу потому что состоял. Смотрите. Есть диалог. Вы за собой. Вы за собой смотрите. Внимательно. Я то и смотрю. Молодой человек. Если вам неприятна оценка взрослого человека. Вы поучите жизни. Понимаете? Я не обращаю внимание на вашу оценку. О. Дело дрянь. Далеко пойдешь. Далеко пойдешь. А зачем тебе обращать внимание за тебя? За тебя думают. А надо уметь анализировать. Каждое словечко свое надо уметь анализировать. Свои действия. Работу. Тебе же еще надо будет понимаешь. Детей нарожать. Что-то им рассказать. А ты бестолковый. Скажешь. Я работал в банке Пеньков. Ух. Гордитесь дети. Только внукам не говорите. А то засмеют. Банк Пеньков. Звонарем работал. Попрошайкой. Если вы таким образом пытаетесь решить вопрос. А эй. Я немножко раз пояснулся. Да какой я не ищу. Я вообще никак не пытаюсь решать этот вопрос. Мне плювать. Я еще раз заявляю. Если вы хотите в законном формате. Понимаете? Будьте любезны. Своей женой. Своей женой так разговаривать будете. О. Скрипт пошел. Скрипт. Скрипт. С женой пошел. Сейчас когда начнется термин неконструктивный диалог. Это ты будешь готов унитаз нырнуть. Слиться. Дома. Будете разговаривать. Своими родственниками. Верно? Так? Это ты уже готов сливаться. Неконструктивный диалог дальше. Продолжай. Это значит ты на наборчике унитаза стоишь и готов нырнуть в этот унитаз. Ха-ха-ха. Дима кусок. Поговори. Что? Если хотите поговорить с женой со своей. О. Слушай. Я так кайфую когда я угадываю ход ваших мыслей. Ой. Да какие там мысли. Просто как роботи болтаете. У вас это не получится. Да как же уже получилось. Смотри. Редственники со своей женой так будете разговаривать. Сейчас будет термин конкретный неконструктивный диалог. Либо ты соберись. Соберись. Возможно в ближайшее время будет получать ровно половину пенсии на рынок. Как это произойдет. Расскажи мне пожалуйста. Ну ты вы в суд подайтесь пожалуйста. Меня уже удерживают. Тебе какое собачье дело. Что там у нас происходит. Если бы удерживали то вы бы со своим Пеньковым стали в очередь к этому удержанию. Слышал такое. Обобщенное исполнительное производство. Ничего страшного. Если еще не удерживают то есть шанс о том что будут удерживаться. Слушай дорогой друг. Знаешь что я делаю. Когда если вдруг с небольшой долей вероятности твой Пеньков подаст в суд. Знаешь что я сделаю. Вы знаете что. Нам абсолютно не интересно что вы будете делать. Да это ты просто боишься услышать. Четкий конкретный конструктивный ответ. Неинтересный мой. Тебя подрывает там на стуле. Тебе запретили в ответ хамить. А я хамлю тебе. Ты чмо. С пенсионером понимаете все. Все решает именно прийти. Ты чмо потому что ты работаешь на такой работе которая подразумевает развод бедных несчастных людей. А с нами у тебя не получилось денег заработать. Что ты там булькаешь. 50 процентов могут у нее удерживать. Да могут могут. Но не у нее. А у кого угодно. Только не у нее. Понимаешь. Потому что она со мной живет. Ты не догадался еще что я кандидат юридических наук. Ну а что. Я догадался конечно. С ваших первых слов сразу догадался. Догадался да. А ты вот понимаешь. У тебя вообще хоть какое нибудь образование есть. Вас же там. Понимаете. Вас когда выбирают на работу. Там должен быть пунктик такой. IQ. Какой. И когда вы отвечаете на этот пунктик. А что такое IQ. То считай. Принято на работу. Лучший балл. Лучший балл. Там самый высокий балл. По IQ. Какой ты думаешь высший балл по IQ. Я не собираюсь с вами. Потому что ты не умеешь. Не знаешь. Многого-многого в этой жизни. Я тебе говорю. Я долбок. Ты ходи. Вот если ты не педрилка. Ты ходи пожалуйста мимо женщин. Потому что. Как я всегда говорю вашему брату. Ваша генетическая линия не должна продолжаться. Ни в коем случае.